21 марта во всем мире отметили День поэзии. В честь этого праздника в библиотеке имени Сергея Есенина состоялся поэтический вечер, который объединил любителей литературы. Подробнее расскажем в сюжете. Всемирный День поэзии празднуют не только поэты и причастные к поэтическому искусству люди, но и, конечно, сотрудники библиотек, для которых любой праздник, связанный с книгой и словом, важен. Наталья Муратова отдала любимой работе 12 лет. Здесь она читает стихи, играет на музыкальных инструментах и даже в спектаклях. Всегда басни учила. Мне кажется, там очень большой простор для актерства. Их можно и так прочитать, и так. Мне нравится, когда разбавлено песнями, это всегда интереснее. И вообще любое стиховарение, если оно положено на музыку, оно запоминается на раз. На сцене артисты с любимыми произведениями, написанными авторами Древнего Рима, Франции и, конечно, России. Тема поэтического вечера – басни. Ведь этот литературный жанр соединил в себе простоту и юмор. А изюминкой встречи стало то, что стихотворные произведения на сцене не только читали, но и пели под гитару. Четыре веселых чижак. Чиж с поворешкой, чиж с пучерешкой, чиж с коромыслом, чиж с решетом. Если честно, мне не нравится. Свинья подумала, что там она такая, что типа деловая, что хочу, то и делаю. Две собаки, потому что там пёс, который говорит, что я такой живу, как обычно. А там жутко говорит, что я типа как королева. Смешная фамилия, то что дело не в фамилии, а в человеке. Не важно, например, я Лопатников, но я же не лопата. День поэзии – праздник, который ежегодно отмечают в библиотеке имени Сергея Есенина. Литературные встречи здесь проводят регулярно. И каждый раз организаторы творческих вечеров ищут новые форматы выступлений, чтобы удивить и порадовать своих зрителей. И даже мёд, и даже мёд, на случай, если вдруг медведи, придём картину посмотреть. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ Советом следует носу.